Но сейчас вновь к теме предстоящих выборов губернатора Красноярского края, которые пройдут в сентябре. Кто будет баллотироваться, еще не решено, но о потенциальных претендентах начали говорить уже давно. Имена потенциальных кандидатов в нашем следующем обзоре. Среди вероятных кандидатов губернаторы от края называют Александра Горового, первого заместителя министра внутренних дел. В апреле он прилетал в Красноярск вместе с семьей и на неделю. Инкогнито. Пару раз был замечен в правительстве. Но тогда столичные источники пояснили, назначение Горового на должность исполняющего обязанности губернатора края маловероятно. В Кремле на него могут быть иные планы. Планы Александра Уса на губернаторское кресло пока тоже туманно. Накануне он вылетел в Москву в служебную командировку. А в откровенном интервью Марине Добровольской, председатель ЗАГС Собрания, на вопрос о выборах дал размытый ответ. Но перспективу не исключил. Тем более опыт участия в губернаторских выборах у Уса уже был. Среди вероятных участников выборов называли и Анатолия Быкова. И он губернаторские амбиции не отрицал. Но речь шла о выборах 2015 года. Времени до новой досрочной предвыборной кампании осталось не так много. Если говорить о процедуре выдвижения кандидатов в губернаторы, то участвовать в выборах могут только кандидаты от зарегистрированных политических партий. Кандидатом от «Справедливой России» может стать прежний губернатор края Валерий Зубов. Накануне в телефонном разговоре он заявил, что уходит от прямого ответа. Интрига сохраняется. Не готовы были назвать фамилии кандидатов и коммунисты. Секретарь краевого комитета КПРФ Петр Медведев пояснил, у них есть кого выдвинуть. Но кого конкретно рассмотрят на пленууме краевого отделения партии в ближайшее время. Прочили в руководители региона и Виктор Зимина, главу Хакасии. Но он неоднократно опровергал информацию о своем участии в выборах в нашем крае. Красноярские политологи считают, что самые высокие шансы у Рио губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. У местной оппозиции нет мощных выдвиженцев с поддержкой населения. И в Кремле, по мнению политологов, уже ясно дали понять, кого видят во главе региона. Тем более, все временно у нас чаще всего становится постоянным. Юлия Мавшевич, Новости ТВК. Юлия Мавшевич, Новости ТВК.